Итак, друзья, вышла новость о том, что ВТБ продает долю в компании Теле2, и авансом он зачитает себе этот доход от продажи Теле2 и приплюсует эту предварительную прибыль к итогам 2019 года. А именно сейчас есть шанс всего того, чтобы ВТБ заработал за 2019 год 200 миллиардов рублей, ту сумму, которую он пообещал заработать еще в мае, в июне, когда все конференции у него шли. Также сейчас главный плюс еще есть в том, что ВТБ в пятницу выкупал шорт доллара. 35 миллиардов 700 миллионов рублей. Это тоже необходимо понимать. Потому что сумма колоссальная, и это также общая сумма приплюсуется к общей прибыли. То есть, что получается там? Получается то, что ВТБ сейчас по МСФО за 9 месяцев заработал 115 миллиардов, плюс 35, у нас получается 150 миллиардов, плюс-минус далее 30-40 миллиардов на то, что ВТБ продаст долю в Теле2, а дальше прибыль пойдет уже от операционной прибыли самого банка. Но смотрите, в чем факт. Вот что меня напрягает ВТБ в данный момент. Не в том, что он прибыль пытается всеми силами эти 200 миллиардов заработать, а меня напрягает больше его подход. Потому что он прибыль пытается заработать с продажи доли в других организациях. Вот, если, например, судить по Сбербанку, он зарабатывает непосредственно свою прибыль на кредитных продуктах, на страховых продуктах, на операционной, на переводе денег, на комиссионных и прочее. Вот, ВТБ то же самое, но уже с не столь значимой долей. Но это, наверное, минус такой, как бы краткосрочный, скажем так. Но в перспективе компания все равно заработает эти 200 миллиардов рублей, ту сумму, которую мы ожидаем. Вопрос вот теперь в другом. Как компания поступит с этой суммой? Они обещали в том, что в скором времени, уже даже по итогам 2019 года, они будут платить 50% от чистой прибыли на дивиденды. Именно минотариям, акционерам, то есть таким, как мы, таким людям, как мы. Вот, будем смотреть по ситуации. В целом, надеюсь на то, что ВТБ не кинет своих акционеров, как он кинул в этом году, именно ради выплат на привилегированные акции, дивидендов именно государству. Вот, а в целом, будем смотреть, что будет у нас дальше. Но, по крайней мере, то, что банк сейчас всеми силами пытается заработать эти деньги, это ярый и жирный плюс для его уже, так сказать, общей бизнес-политики. То есть, видим сейчас то, что он обещал в ВТБ, он это исполняет. Плюс ко всему, данная информация была сказана на дне акционера, буквально на днях. О том, что ВТБ собирается выполнить свой финансовый прогноз и заработать 200 миллиардов рублей чистой прибыли по итогам 2019 года. И это нам говорил уже финансовый директор компании Пьянов, то есть на дне инвестора ВТБ. Вот, и посмотрим, что будет у нас в дальнейшем. Также подчеркнул то, что у ВТБ, в принципе, потоки все денежные диверсифицированы. У него доля есть в других банках, в градостроительных компаниях, в компаниях телекомах и прочее. То есть, деньги есть у этого банка. Просто теперь необходимо дождаться результатов за 2019 год, чтобы мы уже могли выдохнуть и спокойно сказать то, что банк нас не кинул, как он кидал акционеров последние 12 лет. Ну что ж, будем надеяться на лучшее. В принципе, на этом все. Подписывайтесь на канал Саймонов Капитал, канал о рынке акций. У нас тут биржевая торговля, ее основа аналитика, обзор акций технической и фундаментальной. А также имеются торговые идеи, которые мы соблюдаем в данный момент. Помните, что все люди, входящие на фондовый рынок, они обречены на прибыль. Но важно понимать то, что прибыль приходит тем, кто умеет ее выжидать. А не пытается как там заработать за день-два баснословные проценты. Также, друзья, благодарю тех, кто поддержит данный канал материально. Это действительно бешеная мотивация для того, чтобы я и в дальнейшем развивал всю эту деятельность. А также я понимаю, что люди, которые смотрят меня, вот этот канал, и люди, которые также мне уже взаимностью отвечают. То есть, как бы я подаю информацию, а люди уже за эту информацию дают, так сказать, добровольную сумму для финансирования. То есть, как бы идет взамен энергиями. Я информацию, а мне уже определенное финансирование. Действительно, друзья, спасибо вам большое за данную мотивацию. Потому что, повторяюсь, я вижу то, что люди начинают в этой теме постепенно развиваться. И это не может никак не радовать, так как на фондовый рынок России сейчас приходит уже бешеное количество наших соотечественников. Поэтому будем развивать нашу деятельность и в дальнейшем. Еще раз большое всем спасибо. На этом все. Благодарю за внимание и до свидания.